Здравствуйте! Сегодня у нас обзор столов для BDM программирования. У нас сегодня представлены три стола. Такой железный стол. Вот такие пины и иглы. И вот такой вот стол для вот таких вот площадок. Давайте начнем обзор с него. Здесь соответственно вот такой стол. В комплекте идут площадки. Здесь Bosch, Siemens, Magneti Morelli и Delphi. В комплекте идут к ним вот такие вот панельки. Соответственно надо их подпаять. Просто такой вот комплект. Здесь в комплекте идут вот такие иглы соответственно для опуска. Здесь соответственно панельки ломаются. У них уже готово. Но после подпайки нажимается панелька соответственно. И здесь по бокам соответственно два ползунка. И он уже опускается именно иглами в контакты на блоке управления. Такая конструкция. Скажем так это стол вот такой для начинающих я бы использовал. Удобно в принципе. Ну такая конструкция не особо скажем так для полной фиксации. Но он соответственно только вот под такие панельки идет. В комплекте сюда можно положить киски так или же другую программатор. Соответственно закрепить можно его. И соответственно здесь уже работа с ним. Далее вот такой вот стол для игл. Соответственно у него есть ветподсветка. Соответственно вот здесь идет подсветка для того чтобы здесь под блок питания. И соответственно игл в комплекте идут тонкие иглы. Соответственно вставляем. Здесь подключаем. И уже второй частью в программатор. И здесь иглы опускаем соответственно в отверстие, чтобы они касались блока управления двигателем в нужных местах. Соответственно конструкция скажем так. Ну тоже для начинающих я бы использовал. Потому что ну есть свои нюансы. Сюда программатор не положить. То что может быть вибрация. Здесь соответственно может быть небольшие отклонения. третий стол. У нас вот такой я бы назвал профессиональным столом. Потому как он у нас скажем так изменяет два предыдущих стола. Здесь соответственно можно использовать вот такую вот. Ну соответственно заготовку с отверстиями. В комплекте у него идут вот такие вот иглы. Ну иглы весит ну грамм наверное каждая по 100 в районе того. Тяжелые весомые соответственно. А сам стол весит ну килограммов около двух. Его можно подключать соответственно через иглы. Здесь у него так вставляется. Здесь у него в комплекте идет вот такой вот лед. Соответственно он крепится вот сюда в отверстии. Все готово. Соответственно подключаем в розетку. И уже подсветка идет. Для того чтобы опустить иглы в нужном. У вас все подключено вся площадка. Очень ярко. Соответственно. А также он еще соответственно поднимается и опускается он с помощью винтового механизма. Соответственно для использования под панельки есть вот такие вот комплекты для работы с кейсом и китагом. Можно их приобрести отдельно. Ну здесь большое количество в принципе так. Возьмем любую. Например вот такую. Здесь соответственно мы вставляем. Фиксируем. И уже опускаем или поднимаем. Ну соответственно сначала надо поднять. Завести блок. И здесь можно одной рукой скажем так блок центровать. А второй опускать соответственно в контакты для подключения уже. Соответственно контакт здесь можно опустить ниже. чтобы иглы уже касались прям так скажем так в натяг были. Ну а сейчас просто упрем их в сам стол. Ну и соответственно контакт жесткий. И даже при вибрации иглы стоят на месте и соответственно никуда надеваются. Это я бы назвал профессиональный уже стол. Ну в принципе цена у него дороже чем у предыдущих столовых. Но он скажем так замещает их оба. Если посмотреть по цене. Он ориентировочно стоит как те два стола. В принципе и уже такой достаточно весомый. И вот так просто пальцем. Ну так с трудом. То есть здесь уже не вибрации ничего нет. Вот такие вот столы. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.